Всевышний были все периоды жизни 7 лет это детство 20 лет это юность и 100 лет это старость просто есть люди например у которых в 20 лет например еще детство и они играют там в какие-то компьютерные игры или наоборот тоже в 20 лет они думают уже как старики то что мне уже пора уходить я старый мне все лень делать это неправильно подчеркивает всевышний то что жизнь сара не было такой раши дает тоже свой комментарий он говорит что в 100 лет она была безгрешная как как в 20 и в 20 лет была красивая как в 7 логично было бы сказать то что в 100 лет она была красивая как в 20 и в 20 безгрешная как в 7 ибо ребенок я лично не понимаю как можно быть красивой в 7 красиво это в 20 да нужно понять о чем все о чем говорит раша например мы знаем историю из прошлой недельной главы в Ира то что Авраам говорит царе при входе в страну то что скажи что ты моя сестра ибо меня убьют зачем это говорить Авраам он переживал то что возьму цару насильно и отберут у него и его убьют как такое может быть если ей 89 лет это какой человек должен быть я не знаю озабоченный чтобы взять такую старуху да и собственно это раши хочет подчеркнуть то что сарай она была красивая своей душой мы знаем то что душа и тело они связаны между собой в отличие от других религий тора говорит то что целостность человека состоит из двух из души и тела и это работает только тогда когда это вместе например если человек он выполняет митцвот которая связана с телом цицит твилин не говорит лошонара это все влияет на его тело например лошонара если человек не будет говорить у него не будет болеть зубы если он не будет кушать ни кошерное у него не будет болеть живот тоже если человек он делает добрые поступки это будет надо отображаться на его теле И Сара была настолько праведной женщиной, что она даже в свои 89 лет выглядела красивой, как в семь. Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы научились смотреть на человека не на то, какой он красивый внешне, а на то, что у него внутри. Шаббат шалом!